Слава Нашему Господу! Слава Господу! Слава Господу! За Его чудные слова, которые мы сегодня слышали. Всего внимательно первая тема была. Говорилась о том, как мы должны поступать с любовью, подходить к братьям и сестрам, если мы увидим какие-то недостатки. И вторая о том, чтобы не очень коснулся этот момент, когда было прочитано, что ученики, когда стражи взяли деньги и говорили так, как их научили. Вы знаете, две эти темы сегодня, или две эти проповеди сегодня говорили нам о том, чтобы мы могли подумать, и как было проповедано однажды здесь, не так давно, с этого места, о той доброй почве, и этих семенах, которые сеются, что именно во мне есть, и что во мне сейчас. Может быть, сегодня, я так думал, это место описания, когда было прочитано братам, что они, взявши деньги, говорили так, как были научены. Во многом люди сегодня говорят так, как они научены. Многие говорят то, чему они научены. Многие говорят о том, о чем они научены. Но многие говорят то, чему они научены, но они не знают, что они говорят то, что их учили те, те, которые взяли деньги, подобно этих стражей. И за деньги взяли это. Вы знаете, когда брат читал это местописание, и у меня прошла картина моей жизни, это восемьдесят девятые, девяностые годы. Когда началась вот эта эпидемия, можно сказать, в начале была она. Я бы сказал, в начале, может быть, уже было, но она еще была в начале в самом разгаре действий. Эта эпидемия заразы, обольщения харизматии. Я помню, когда один из моих друзей, он хорошо в совершенстве знал английский язык, был хороший переводчик, и он пригласил меня на встречу с американцем, потому что они захотели русского проповедника. И им нужен был, он говорит, Вася, тебе такая-такая бы зарплата, и разъезды, где ты будешь ездить, тоже оплачивается. Квартиру, если покупаю тебе квартиру, если квартиру, значит дом, и зарплата была немалая. Братья и сестры, мне говорят, не меньше две тысячи долларов от того времени. Мне обещали зарплату. Когда я встретил с этими американцами, они сказали, да, мы посмотрим, вначале мы говорим две тысячи, но если ты будешь, мы посмотрим, действительно нас устроять, то мы и выше поднимем. И мы очень будем благодарны этим. Вы знаете, я, мне очень это было заманчиво, и мне очень этого захотело все-таки, понимаете, на деле Божьем, трудиться, то, что я хотел, ездить, бесплатно есть проповедовать, мало того, ты ищу Богом. Но там стояло одно но. Когда я им сказал, я хочу узнать полностью ваше все основание и учение. А ну зачем? Я говорю, я хочу знать, что я ухожу. Я понимаю, что вы, меня отзывает один из старших американцев через приводчика говорить, ну сколько тебе нужно? Мало две? Пять? Пять? Я говорю, нет, не в деньгах дело. Не в деньгах дело. Я хочу знать источник и основание платформы вашего учения, глубину учен. И когда они собрались, и они сидели за таком длинным стулом, и я им рассказал, кто я. И как я понимаю, они сказали, тебе есть время подумать. Если ты хочешь. Но ты должен знать. Вот карта. И они дали мне карту Советского, высшего Советского Союза. И там много-много звездочек. Моя работа была – проповедовать. Дополнительно, еще добавочные деньги были в том, если я заранее мог ехать и договориться, прежде чем будет приезжать туда группа, прославление, и эти американцы, я должен был договориться за… Не стояло, там не стояло. Они сказали, никогда не стой перед деньгами. Сколько бы не стоил этот киночат, ты договаривался. Оплату даем, и деньги всегда будут у тебя с собой. «Нам нужно взять чем больше масштаб Союза, захватить, евангелизировать. Доброе дело, чистое учение, казалось бы, Слово Божие. Хотят евангелизировать. Но вы знаете, когда они показали все это, и показали эту карту, сколько там этих звездочек, и очень густо. Я сейчас это… По-моему, она у меня осталась там, родители, это карта. Они мне отдали с собой. Я как посмотрел, я посмотрел, сколько и сколько уже свачено. Первое, что они делали, это нанесенный был удар по Украине, Белоруссии и России. Потом только дальше пошли глубинки России. Я им задал вопрос, когда они сидели, беседовали, почему вы приехали евангелизировать сюда, где много церквей? Почему вы не ели туда, где нет вообще церквей? Почему там звездочки не ставите? Почему вы столько наставили в Белоруссии, в этом Минске, вокруг Минска, Пинска, там других, там своих церквей полно? Мы хотим полностью переменить, чтобы вы изменили свою веру. Вот тогда, братья и сестры, я понял, когда брат Леонид сегодня читал это местописание, их научили и заплатили деньги. И они это говорили. Вот эти сегодня люди, которые их научили и заплатили, они сегодня захватили много масштабов и погубили народа Божьего за деньги. А они говорят сегодня, вы не подкопаетесь. Если будете слушать их проповедь, скажите, о, там глубина слова. Вы найдете там это. Но вы знаете, я сегодня хотел говорить одну из тем, но почему-то, вот когда брат Леонид вот это зачитал место, Бог изменил совершенно мое внутри, говорит сегодня другое. Я буду говорить сегодня о этом. Они заплатили и они так учили. И они так говорили. Они получили деньги и так говорили. И сегодня я хотел бы сегодня говорить, и не только говорить, если могли открыть свое сердце, и вы могли увидеть, что там боль и крик. Что сегодня они заплатили этим людям. Они знали, кому они заплатили. Они заплатили тем, которые были некогда в уделе Божьем. Они заплатили тем пресвятерям, тем проповедникам, которые были некогда помазанники Божьи. И их знает прекрасный народ. И за ними люди пошли, но им заплатили. Они сегодня оплатили масштабы. Там глубина слова, но там ад. И там гибель. И они не могут разлучить, различить, что там стоит за этим. Им заплатили. Они уже продались. Им заплатили. Им заплатили. И они ушли на то, что вы говорите. То, как их научили. И чему их научили. Как страшно. Вы знаете, когда слушаешь это слово, когда мне приходят слушать этих людей, я их прекрасно знаю. Поймите, у меня нет ненависти, у меня только сожаление. И я молюсь, чтобы Бог дал им покаяние. Бог за них страдал. Бог их тоже любит. Но поймите разницу, как братья передо мной говорили. Братья и браты говорят о любви и обличении. Есть разница. Есть разница. И очень большая разница, когда мы можем говорить, покрыть любовью, покрыть любовью. Нужно иметь любовь. Братья и сестры. Мы можем покрывать любовью все. Но только не лжеушение, не лжеобольщение, не дьявольское движение. Сохрани вас Бог покрывать любовью. Вы погибаете и губите души. Им дьявол уже заплатил. Поймите, он купил их души, чтобы эти люди обольстили народ за деньги, и эти люди не встречали Христа, а масштабно встречали антихриста. Вот что страшно сегодня. В общем, это обольщение и ложное учение. Они говорят очень хорошо. И они говорят сегодня очень тонко. Вы не различите. Вы не различите. Вы знаете, я на днях взял книгу одного из таких уже учителей и прочитал. И там та книга называется «Как быть пастором, по-моему, без слез». Вы знаете, когда читаешь, там все по Писанию. Они говорят по Писанию. И там люди говорят так. Там здравое учение Слова. Там глубина Слова. Тогда подумаем, какая же там глубина, братья и сестры, и какая у нас глубина познания Христа. Если мы называем, что там глубина Слова. Тогда какая у нас глубина познания Сына Божия и благодати Божией. У меня вопрос. Какая у нас тогда глубина познания, благодати, помазания Божьего, силы Божьей, власти Божьей, что мы не можем различить, что это за глубина? Что это за глубина? И, знаете, Бог на этой земле, Он дал нам Свои обетования, Свои обещания. И я беру в основание Слова сегодняшнего, беру от этого стих, 2 Корольфянам послание, 1 глава, 20 стих. Ибо все обетования Божьи в Нем, да и в Нем, аминь, в славу Божию через нас. Братья и сестры, все обетования Божьи, они в Нем, в Нем, не о Нем, в Нем, да и в Нем, аминь. Что это идет за речь? Что это за обетование? Я думаю, что я буду еще говорить тему об обетованиях, но сегодня я хочу говорить в Нем, да и в Нем, аминь. В Нем начало и в Нем конец. Он есть альфа и он омега. Он есть первый и он последний. В Нем, да и в Нем, аминь. В славу Божию через нас. В славу Божию через нас. Заметьте, в славу Божию. Не прославление о Боге, а в славу Божию. Вот где те, которые взяли деньги говорить о прославлении, о веселье, но не говорить о славу Божию через нас. Они прославляют Бога. Смотри, какой тонкий подход дьявола. Они прославляют имя. Они говорят о Боге, но не в Боге. Они прославляют Бога, но не в Боге. Я говорю, славу Божию через нас. Она прошла. Когда через тебя и через меня пройдет слава Божия, когда эта слава Божия прошла через Моисея, то когда он стоял, то на его лицо не могли смотреть. Почему? Его, Моисея, прошла слава Божия через Моисея. Это не та слава, братья и сестры, что мы будем как попугаи одно это слово повторять 15 раз и петь. Это не о той славе идет речь. Нет. Это не о той славе идет, которая сегодня заблуждает. К сожалению, сегодня в пятидесятических церквах началось уже… Я не говорю о том… Я знаю, что когда пятидесятическое движение начало умирать, спать, расслабжаться, отступать от Бога, перешли в законничество, харизматия, духоблачение пошли. Дьявол знал, кого послал. И еще в восемьдесятых годах у них уже были штабы на карте, точки стояли, звездочки. Какие места? И они шли туда, где было много церквей пятидесятнических. Я говорю, как вы это сделаете? Они смеялись и на меня смотрели. Говорят, очень просто. Хоть один ты попал такой сейчас пока у нас. А все согласились на зарплату. Все пошли и с нами подали руку и единство, братство, любви. Один ты не понимаем, что ты делаешь. Ты много тираешь. Я благодарю Бога моего, я не хвалюсь этим. Но я благодарю Бога, что Бог меня сохранил от этого дьявольского движения, от их, от этих иудиных денег. Да, это иудовские деньги, продажные деньги. И это бы я продал Христа истинное учение. Я продался бы за деньги. Я так благодарен Богу, что Он сохранил меня, когда тогда у меня было очень трудное финансовое положение. И мне очень было тяжело. И мне предлагают даже близкие, родные мне говорили, зачем тебе Америка, когда тебе предлагают такие деньги, такую работу, оставайся. И я вам мне тоже самое говорил. Тоже оставайся. Но их не было царь, когда мне сказали, Вася, посмотри, мой друг. Он сказал, Вася, ты много тираешь, ты успеешь в Америку. Они мне сказали, когда мы захватим все эти масштабы, мы тебя перевезем в Америку. Не переживай, мы тебя здесь не оставим. Но нам нужно взять эти масштабы. Нам нужно взять. И знаете, когда они взяли эти масштабы? Сегодня там есть много. Но, к сожалению, в Божьей церкви, где были те движения, где были те с церкви служения, где действовал Дух Святой, где вставали простые христиане, простые проповедники и говорили при помазании Духа Святого, сегодня и в Киеве церквей очень много. Если я не ошибаюсь, не буду говорить точное число, по-моему, 60 с чем-то уже. Когда я уезжал, то было только три пятидесятницы в церкви. Вот что сделали те, которые взяли деньги. Вот что делают те, и они говорят тоже, они говорят очень-очень тонко. Дорогие братья и сестры, слава Божья, она должна идти через нас. И когда я слышу сегодня, меня спрашиваете здесь, в Америке, тоже наши церкви, которые были пятидесятницкие церкви, сегодня тоже пошли на это. «Смотришь, был хор, не стал». Аргихор – глупое прославление. Дьявол знает, что делает. Дьявол знает, что делает. Церкви нужно убрать, чтобы не было Божьего чистого учения. Да, там все будет религиозное. Там будет прославление. Там будет глубина слова. Там будут глубокие тематические проблемы. Там будут глубоко излагать. Глубоко. Там будут захватывающие. Будет, братья и сестры, будет. Но там не будет жизни. Там не будет Господа. Там нет. И я задался тогда вопросом, и им задал вопрос. «Но почему вы ставите точки здесь, где есть церкви, там, где нет, вы не ставите сейчас?» Они говорят, нам нужно сломать пятидесятничество ваше, тогда весь союз наш. Это их не была цель. Это была их цель. Они преуспели, успели. И сегодня, к сожалению, не зная, как других на Украина, куплено. Ими куплено. И куплены и епископа, и просветыра, и пастора. Куплены. Куплены. И сегодня стали вот эти движения, стали эти новые учения, новые поколения, как они говорят. Новые. Я бы хотел, чтобы сегодня, дорогие братья и сестры, мы помнили, что все обетования Божьи в Нем да и в Нем аминь. Помните это. В Нем да и в Нем аминь. Не думайте, что что-то человек вам может принести или дать. В Нем да и в Нем аминь. В Господе. И помните, я говорил в прошлый раз о этой купальне Вефезда. И вы знаете, как она называется эта купальня? Она называется в переводе Дом Милосердия. Хорошее имя, правда? Хорошее название. Сегодня многие братья, которых я знаю, занялись этим тогда, когда погибают души, когда перестало действие Духа Святого. Вы знаете, когда перестало действовать благодать Божия, когда не стало этого движения, когда эта земля, как Еремия и мечтаем, высушила, потрескалась. Вместо того, чтобы сегодня идти и встать в проломе, встать в проломе, встать в спасать сегодня души, идти говорить о том, что те, которые были движения с силой Божьей, вводили Духом Божьим, имели повозание Божие, в ведение Божие. Где они теперь? Где они теперь? Где, братья и сестры, не стало? И знаете, я хочу сказать об одном человеке, о нашем брате, о том, который проповедовал не за деньги. Это преобраз, который проповедовал не так, как те стражи взяли деньги и говорили то, чтобы их научили. Я бы хотел говорить сегодня о апостоле Павле, Петре, но помните, я однажды говорил проповедь о Филиппе. И здесь так говорит, так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Братья и сестры, народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные хромы и исселялись, и была радость великая в том городе. Там был тот человек, который не ставил масштабы, а который был тот, который, как Христос, «Я иду туда, куда посылает меня Отец, и вижу впереди Творящего». И этот Филипп, он вошел в город, пришел в город Самарийский и проповедовал им не о Христе, а Христа. Братья и сестры, я к чему веду? Что вот эти, говорят там, глубина, глубина, и вы поняли, о чем я веду тему сегодня. Почему-то Бог повернул мне совершенно другую тему. Что глубина слова заключается в Иисусе Христе. Не о Иисусе Христе, а в Иисусе Христе. И если этот человек говорит Слово Божие в Иисусе Христе, то этот человек никогда не будет говорить о масштабах, потому что Христос никогда не говорил о масштабах. Он говорит, я посылаю вас, идите и проповедуйте. Так он сказал. Так он сказал. Но он еще сказал, я даю вам власть, я даю вам силу, я даю вам повозание, я даю вам. И Филипп, я дал тебе, иди и проповедуй меня, не о мне, а меня. Павел говорит, я не я ушла, но Христос. И когда он проповедовал, то люди внимали, и они слышали, какие твари он научились сами. Братья и сестры. Сегодня люди привыкли слышать. Сегодня люди привыкли идти, как я говорил, за той категорией людей, которая именно там была, в этой купальне Фелда. Там было пять критых ходов. И этот дом милосердия построен был человеками. И эта купальня была построена человеками. И вот там возмущал ангел Господень и в то, кто первый входил, получал. Тогда, когда рядом был, ходил возле этой купальни Христос. Что, в Самарии не было Христа? Что, там, где была купальня Вефеза, не было Христа? Был он там? Был, потому что он пришел к той купальне, и он нашел этого больного, лежащего 38 лет. Братья и дорогие сестры, там была вода, и там была глубина воды. Но там не было жизни. Понимаете, что я говорю? О том, где говорят, что там глубина слова. Там человеческая глубина и человеческая вода. Но там нет жизни. Это искусные водоемы построены для обмана людей. Это обольстители искусные будут говорить, излагать, так захватывать аудитории, что и показать, что вот здесь вот это вода. Это вода. Я думаю, что может кому-то из вас пришлось быть или присутствовать на сеансах этих гипнотизеров. Если нет, то благодарите Бога, что не было этого. Но мне приходилось видеть тех людей, которые были, они рассказывали и пронималились от освобождения после этого. И они рассказывали, что они, что они говорили, то они, эти люди некоторые поддавались и делали. Они говорили, вот вода плывет, будем плыть. Они все снимают, плывут, машут уже, плывут ногами и руками. Что они говорили, то они делали. То же самое сегодня делается с этими, которые взяли деньги. Они издали эти искусные водоемы. И говорят, здесь движение, здесь движение, давай, давайте сюда, давайте сюда, давайте сюда, здесь сила. И еще не все. Поймите только у меня правильно. Между добрыми делами, в то время, когда погибает церковь, тогда, когда мы должны спасать погибающих, мы должны стоять на страже. Я не знаю почему, а Дух Святой открыл мне это сейчас сказать, что вот эти возмутители купали, они их много понастроили. И домом милосердия понастраивали, и домом бездетных понастраивали, и домом сиротских понастраивали. Показать, что это глубина. Это глубина. Это хорошее дело. Это благородное дело. Здесь ничего, а что здесь? Ну что, мы построили дом для сирот. Ничего плохого нет. Но скажите, чему там учат этих сирот? Чему они учат этих малоимущих? Какую они дают жизнь там? Какую они жизнь дают? Дело в том, что люди построили свои купальни. Когда нет там Бога, они начинают строить свое. И когда начинают строить свои купальни, Бог смотрит, что они, как те стражи, взяли деньги. И сегодня они масштабно строят, делают, делают. Они не останавливаются. Они просят постоянно сотни тысяч и тысяч долларов. Помогите, помогите. Мы строим дом, мы строим дом, мы строим церковь, мы строим такое-то помещение, еще что-то, еще что-то. Вечебницу строим. Строят. Строят. Но какая там глубина? Как страшно, когда мы можем читать эти книги, как страшно, когда мы можем находиться на этих сеансах, я не могу назвать служением, сеансах, спиритических сеансах и говорить, что глубина слова. Когда мы не можем различить, что это чисто спиритический обман сеансов, как гипнозированный людей, что они отдают последние, они продают домены, продают машины, отдают деньги, они отдают, когда их требуют, давай эту Господу, эту Господу. Но это же есть спиритизм, обман людской. И мы говорим, что там глубина слова, глубина учения в этом движении, в этих проповедях. Я боюсь сказать проповедях, потому что проповедят Слово Божье. Но вот эти люди, вот эти, которые взяли деньги, ихняя цель, они продались, они даже не все знают то, но некоторые даже и в сознательном это делают, полном сознании, но некоторые продались, не знавши, попали в плен. И сегодня продолжают эту сатанинскую работу, губельную работу народа Божьего. И сегодня сколько церквей погублено, сколько народа Божьего погублено, сколько сегодня людей разбитых, сколько сегодня людей оставших, сколько сегодня людей, не знаю где истина, почему. Почему? Потому что они показывают, вот глубина луды, вот глубина, вот движение, вот вода, вот вода. Глубина, глубина слова, глубина учения, глубина знания, глубина, но только чья-то глубина и кем она сделана, братья и сестры. Они взяли за это деньги. Они взяли за это деньги уже. Они когда-то продались, и до сей день они продажные, они продались, и за сей день они за деньги делают эту работу. Как страшно. Но Филипп, когда зашел в город, он не знал, он ничего не сказал. Он ни о ком не говорил. Он не говорил, что там купальня вихвезда. Он не говорил, что я построю дом милосердия. Он не сказал, что я построю дом сиротский. Он не сказал, что я пришел вам говорить о Христе, чудеса, знамения. Но он пришел им проповедовать Христа, Сына Божьего, который есть «да» и «аминь». Альфа и Омега, начало и конец, первые и последние, куда есть сила, аминь. Куда есть исцеление, аллилюгия. Альфа и Омега. Филипп, Филиппи, где вы сегодня? Филиппи, где вы сегодня? Сидите, вас ждет Господь. Филиппи вас зовет сегодня Господь, чтобы сегодня льдийский стать пролом и завелом Божие. Сегодня не купальни нужно вихвезда строить. Сегодня нужно строить храм Бога Живого, аминь. А напиток, вы храм Бога Живого, аминь. Те, которые сегодня разбились, те, которые сегодня напились в этих купальнях мутной воды и сегодня отравились, сегодня могут различить лево от правой руки, сегодня знают и сегодня говорят. Говорят сегодня, как это страшно. Вы знаете, для меня это очень ужасно страшно, когда наше движение, я называю нашим, потому что я к нему числюсь, хотя я знаю, что у Бога деноминации нет, но я не говорю о том, что мы не должны. Да, я принадлежу, я знаю, что это движение, пятидесятницкое движение. И знаете, оно не просто так пришло, оно с большим трудом пришло, это движение, в нашей стране также бывшее. И здесь они много смеялись, много поносили, но оно пришло, это движение. Но сегодня взяли люди деньги для того, чтобы заглушить это движение и показать новую эру, новое движение, новую славу Божью, новую силу Божью, новые действия, новые дарования. И так легко раздавать дарования, и так легко давать поможания. Вот к чему пришли сегодня. И сегодня это и духи обожтительные действуют. Сегодня люди продались. В Филиппе, где вы? В Филиппе отзовитесь, вас ждет Господь. Вы сегодня на нам, не Господу, иудеи, и Самарии, в Америке и Украине, России и Белоруссии. Вы нужны сегодня, Филиппе, проповедующие не о Христе, а Христа, живого, реального, воскресшего, действующего. Аминь. Чтобы люди узнали, как страшно. Братья и сестры, когда мне Господь показал сегодня, когда шло то слово через брата Леню, прямой предстал, и Бог выдал картину, и говорит, посмотри, что делается. И я вижу, народ Божий стоит, молится, кто поднял руки. Он говорит, смотри, они говорят на языках, но они напились мутных вод. И они напились мутных вод по неисполнению Духа Святого, когда они говорят, что это глубина слова. Это уже не Дух Святой, это уже не сила Божия, это не повозание. Если ты видишь там глубину слова, то это не повозание благодати Божией. Тебе нужно сегодня отсказать, Отец, встану иду к тебе, я хочу видеть, я хочу слышать, я хочу исцелиться, я хочу очиститься, я хочу обновиться, я хочу освободиться от этих духовопостительских, спиритических, обманных, быть свободным, аминь, быть свободным, чтобы сегодня мне знать, что Он да и аминь. Он альфа и омега, начало и конец, в Нем глубина ручения, в Сыне Божьем, братья и сестры, вернейшее пророческое слово Божье. Это да и аминь, это наивернейшее пророческое слово Божье. Но если вы будете вникать, и вы будете, как Филипп говорил, Христом, по Христе, и то Христом, вы будете знать, где глубина слова, Христово слова, где да и где аминь, где альфа и где омега. И Господь говорит, как жаль мне, сколько набились этих мутных вод, и сколько обольщены этими обольстителями. И сегодня, закрывши глаза, их принимают в цикхах, их принимают, им подражают, их слушают, потому что там глубина слова, там глубокие темы, там глубина, там захватывающие, посмотри, какая там мудрость, какое там знание, знание. Чье? Чье? Братья и сестры, чье? Разве может из одного источника течь горкая сладкая вода? Разве может тот человек, который гнал и топтал дух Пятидесятницы, может в нем быть дух святой? Нет, он изгнал его. Нет, братья и сестры, там не может быть глубины слова уже. Там не может быть глубины слова. Там было и знание Духа Святого. Братья и сестры, нам нужно сегодня призываю взять, поднять Бог, как некуда Неневия, пепли и вредище взывать к Богу о помиловании, чтоб Бог помиловал свой народ и спас от этих возмутительных же учителей, которые сегодня искусно, искусные купальни, векресты делают, все устрояют, возмущают воды, обманывают, напоивают людей, и говорят людям ложь. И люди питаются и не знают, что они не имеют спасения. Что страшно? Они не имеют спасения, потому что это слово Божие говорить, не вас это говорить, что именно если мы в нем, он у нас, это гарантия спасения. Но если я сегодня принял тот Дух, который изнан Пятидесятницей, это Дух Святой, а я говорю, принял и радуюсь, и говорю на языках вместе с ним, молюсь с ней, дорогие братья и сестры, какой дух, какой дух, мне очень больно, братья и сестры, я не могу найти покоя, вы не знаете, я это видел, я это переживал и переживаю, я видел, к чему это дошло, к чему это идет, наше движение, а церковь спит в цепях порабощения, Евсалом таков, а церковь спит в цепях порабощения, но дьявол ходит, он сегодня успевает, он сегодня посылает эриконцов своих, он не сегодня поставил на картах точки, они сегодня отметили, где масштабы занять, и как больше занять и сегодня этих мест, но они, дорогие братья и сестры, поймите, о чем я говорю, я не говорю сегодня о чем-то другом, я хочу, чтобы я понял, что я говорю о том лже, учении спиритизма, что люди, обольстившись, говорят и очень будут говорить искусно, очень будут говорить ясно, очень будут мудро говорить, но то не мудрость Божия, не знаю, что написано в слове Божьего, есть какая мудрость? Бесовская. Божья, вот, чтобы нам не попасть под это, чтобы нам не попасть под это, я знаю, когда люди изгнали дух пятидесятницы, то там не может быть дух святой, там будет мудрость уже другая, та, которая излагает глубины, которая не может различить люди, те, которые изгнали, потоптали дух пятидесятницы, те, которые сказали, что мы идем новое поколение, новая эра, и не пойдем по путем наших отцов, наша новая вера, новая, я помню этих, я помню этих пропов, я помню эти возгласы, я помню эти воздевания, руки к веру, как они махали и кричали, все, топчем сатану, топчем дух пятидесятницы, я видел это, когда брали Библию, кидали на пол, вставали ногами на нее, топчем закон, топчем букву, мы под благодатью, мы свободны, я видел это, я видел своими глазами это, а мы говорим там глубина, и мы сегодня можем соединяться с этими людьми, и можем с ними молиться, я не говорю, что мы должны на них иметь вражду, нет, но я не говорю, что мы должны с ними соединяться в молитве, мы должны опасаться единства этого духа, это беда, это обощение, это сатанизм, это лжеучение, и это спиритизм, и сегодня пятидесятница захвачена этим духом, сегодня много захватили в это движение, и сегодня за деньги продались и пошли эти же учители, сегодня дело очень много зла, но сегодня я хотел бы сегодня сказать, братья и сестры, не думайте, что все такое, есть в Филиппе сегодня, есть у Бога Филиппе, есть, есть у Бога Анны монаши, есть, есть у Бога непоклонившиеся, есть, есть живые, и не жаждущие, есть искренние, есть, которые знают чистое, живое учение, и вы знаете, когда Господь Филиппу сказал, иди, скажи, он пошел, сказал, проповедовал, и что была радость великая в том городе, радость была великая, братья и сестры, а дальше Бог говорит Филиппу, встань и иди и смотри, какие чудесные, или какие нашему уму непонятные действия, Богу, встань, иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима газу, на ту, которая пустая, а он встал и пошел, Зачем? Зачем? Бог показывает здесь всех Филиппов, которых нуждается он, которые будут говорить не о Христе, а Христа, которые будут живы его свидетели, и которые не будут говорить о славе Божьей, а из них будет идти слава Божья, потому что они во славе Божьей, они не будут прославлять Бога, а из них исходит слава Божья, прославление Божьей, что он достоин славы, он достоин полы, он достоин величия, он чуден, он велик, ему имя чудное, он достоин славы, потому что он много милости и долго терпелив, и он говорит, Филипп, встань и иди, не только недавно Филипп и проповедовал, сегодня Бог совершил 50 знамения, казалось бы, ну все, не отстань и иди на пустую дорогу, никого нет, никого там нет, но этот доверчивый, отданный Богу, Сын Божий, Рам Божий, который проповедует не о Христе, а Христа, пошел, пошел, его там ничего не ждало и никто не ждал, на его послал Бог, на его послал Бог, это говорит о том, что эти люди не говорят о масштабах, они не говорят о количестве в церкве, они говорят о количестве, сколько, в каком горлее церкве, и какая численность церквей, они об этом нигде никогда не говорят, они говорят о славе Божьей, они не с славу Божию, они говорят о чудесах Божьих. Почему? Посними Господь, и Господь делает чудеса. Потому что они в нем сокрыты, и Бог через них делает. И он говорит, встал и пошел, и встал, и пошел. И там едет один человек. Тоже смотрите, кто. И Феоплянин едет. Куда ж ты, Филипп, идешь? Кому? Кому? Я Феоплянину. Да посмотри на цвет кожи. И уже не о чем говорить дальше. Но Бог показывает. Что хочет Бог? Сегодня вот эти, которые взяли деньги, они любят, они даже, когда я был в Австралии, когда деньги продался, было у них там, и говорят, нас церковь 300 членов. О, я до кудитории не могу проповедовать. Для меня это мало. Соберите людей тогда, приеду к вам проповедовать. Они сегодня в Америке здесь крутятся, эти дельцы. Это наши славяне. Продались. Они не могут, надо ли 300 человек, для их мало. А Филипп пошел одному проповедовать. Он не сказал, Господи, я не могу одному этому, да еще, чем Феоплянному, чем Накожему, да я не могу ему говорить. Вы хоть обидите, человек, что это одному проповедовать? Он не сказал. Он не сказал. Я к чему веду, чтобы вы знали первые признаки спиритических обольщений, глубин слова тех людей. Они всегда не могут проповедовать двум-твум человекам. Им нужна аудитория. Они не свободны. Дьявол не может так. Они управляемые не Богом. Не может. Дорогие братья и сестры, я бы хотел сегодня, чтобы мы забыли ту же тревогу эту. И чтобы сегодня мы задумались. Где мы? Где мы? И говорил о Филиппе. Это единственный человек? Нет, ты не единственный человек. Но Бог показал его. Можно это сказать о этих мужьях Божьих, которые прошли, которые проповедовали. Да, были. Когда Петр проповедовал, тысячи каялись. Были. Были. Но я помню, когда Петр сказал, когда я был там, он сказал, когда каялись тысячи, то и расставали с тысячи. Я понимаю, с чем я говорю, но это делает Бог. Это делает Дух Святой. Но и там, где собирают аудиторию, но и там, где собираются множество показателей, говорят, вот вышли, давайте, давайте, идите, идите. Вы знаете, я очень хороший психиатр, он очень хорошо делает, и грипнозирует людей. Люди идут, они знают, чего идут. Мы должны знать, под чьими руки идем. под чьими руки подходим, Бог ли то, Боже ли то действует. Мы идем зачастую и не по те руки, какими думаем. Я помню, я не забуду о том момент, это было не так давно, когда приехал сюда один человек, на нашем побережье было, одна сестра была больная, она пошла, когда взвали, она вышла, что ей возложили руки помолиться, она говорит, о, пойду, вот этот человек, если положить, я буду исцелена. Да, он положил на нее руки, но, к сожалению, она не исцелена. К сожалению, это была дочь Господня, это был сосуд Господень, через который действовал Бог. Она потерпела очень сильное поражение. и, знаете, когда молились за ее очищение и освобождение, она получила это, братья за нее там молились, и она сказала, я хочу исповедоваться. И она рассказала, как только положила на меня руки, и она вошел в меня. Вот о чем я веду речь. Там была глубина слова, проповедь не подкопаясь, эмоциональностям не подкопаясь, люди плакали, шли, Бог, а то не был Бог. они взяли деньги уже. Они это делают сегодня. Поймите правильно, о чем я говорю. Если мы сегодня не можем различать, и мы идем под эти руки, мы подставляем свои головы и себя для поражения нас и наших домов, братья и сестры, идите под руки Господни, идите под руки Иисуса Христа. Я не говорю, что сегодня не идите, что нет братья, есть его в Филиппе сегодня, есть. Но их очень хорошо видно. Их очень хорошо видно. Они не действуют на публику. Филиппе никогда не будут звать идите сюда, идите сюда. Филиппе никогда этого не делали. Филипп когда проповедовал, то написано многие получали исцеление и освобождение, но Он их не звал. А люди получали? Получали. Потому что это делал Бог. Но там, где идите сюда, здесь будет сейчас, здесь будет сейчас, вы сейчас увидите, бегите с этого служения. Бегите. Там уже идет вот этот сеанс обольщения. и вы попадете под эти руки, вы попадете под это обольщение, вы не поймете, да, вы получите утихание вашей боли, но не исцеление. Никогда. Я встречал десятки, можно сказать, сотни людей, которые получали как будто якобы исцеление, но на самом деле они не получили исцеление, только боли утихли, а болезнь прогрессировала. Почему? Потому что этот обольщитель, ему нужно показать, вот чудеса, вот знамения, вот исцеление, вот, вот пробужение, вот действие. Братья и сестры, никогда Господь не исцеляет тело, не исцеливши душу, никогда Господь не освобождает проказу тела, не освободивши проказы душу, никогда, аминь, так говорит Слово Божие, и не слушайте, и не верьте этим обманщикам, никогда Бог не делал и не делает так, но Он пришел измученных выпустить на свободу, Он пришел исцелять, Он пришел обновлять, Он пришел давать зрение, давать слух, Он давать исцеление, но Он исцеляющий душу, если ты получишь исцеление своей души, тебя будет вера, тебе уже не надо будет идти искать кого-то, ты увидишь, что с тобой рядом, Он говорит, как тот, который расслабленный, Он увидел, возле постели стоит, Он ждал, что за Него полуют руки или опустят воду, помогут ему кнутся, но к Нему подошел сам Сын Божий говорит, хочешь ли быть здоров, а вовсе. О, благословен Бог, я бы хотел, чтобы сегодня мои братья и сестры поняли меня правильно, что сегодня нам нужен Иисус, нам нужен Иисус и глубина Слова Господня. Вот какая глубина. Заключение зачитаю, и мы будем молиться. Исайя, как же ты говоришь, Яков, 40-я глава, даже возьмем с 26-го стека, поднимите глаза ваши на весу небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство и к счетам он всех их называет по имени. По множеству и могуществу и великой силе у него ничто не выбывает. Как же говоришь ты, Яков, и высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа. И дело мое забыто у Бога моего, разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неиследим. Бог помощника не нуждается для действий совершения его дел. Он нуждается в Филиппах, тех, которые отдали себя ему, чтобы он через них слава Божья шла. Вот кому нуждается Бог. Он дает, наметите, кто дает? Не те, кто будет край, выходите, мы сейчас положим руки, дадим вам. Он дает утомленному силу, изнемогшему крепость дарует. Утомляется юноша, если бывает и молодые люди падают, а надеющая на Господа обновится в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомлятся. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей, ибо я, Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе, не бойся, червь Иакол, малютный Израиль, не бойся. Братья и сестры, не бойся, я с тобою. Слава Господу. Пусть весь мир твердит иное, знаю, я Христом спасен. Пусть, пусть весь мир твердит иное, пусть сегодня строят эти купальни за купальни, пусть помните Господа Бога Савауфа, помните того, кто висел между небом и землею. Помните того, кто сказал Эллои, Эллои, лама самотфани, помните, эта цена уплачена за тебя и за меня, и не нужно искать купальню, там, где ты есть, он с тобой. Не нужно искать сегодня, может и сегодня искать и помощь у людей, но Господь говорит, я хочу, чтобы вы сегодня поняли, что треугольный камень Христос не человек, а Христос. И основание стройте на Нем, стройте на Слове Божьем. Будьте, как Филипп, который был, и слава Божья было, шла через Него. Я хочу, чтобы перед тем, как молиться, мы сказали Ему, Господи, Ты даешь втулевную силу, изнемогшему даешь крепость. Я нуждаюсь в этом. Я нуждаюсь в этом. Вы не думаете, что Бог сегодня таков, что Ему нужно? Наймите только правильно, что я не хочу сказать о том, что Вы сказали, что нет сегодня, и что Вас опротив, что сегодня молиться, что и братья совершали молитв ни за исцеление, ни за нет, я не за это. Я не за это. Есть у Бога, я сказал, есть у Бога Филиппе, есть у Бога Тимофея, есть у Бога Павла, есть у Бога Петры, есть у Бога Иоанна, есть, есть. Но я говорю о тех, кто сегодня взял деньги, кому сегодня нужен не Господь, не спасение душ, не Царство Божье. Они будут над вами сегодня смеяться, кивать нам головой, как будто вы отсталые. Я говорю о том, предостерегая вас, не сходите с ними в контакты. Не говорю, что вы весенне ссорились, враждовали, нет. Не будьте в этих служениях, не будьте в этих молитвах, ибо там вы не узнаете, как демонические силы в эти обольщения займут вас, и не будете иметь духовного роста, и не будете знать почему. И не будете знать почему с вами происходит такое в духовной жизни. Вы не будете знать почему, потому что вы подошли под это ложное помазание, обольщение. Вот о чем я говорю сегодня. И тема сегодняшней проповеди года, не знаю почему. Бог изменил, но Бог знает, именно чтобы мы стали на страже, что Бог сказал, Он дает утомленному силу. Бог. И Бог сказал, не бойся, не бойся, не бойся, сегодня много лжеучений, не бойся, что сегодня много динаминации, не бойся, ищи Са Господню, Он да и аминь, Он альфа и омега, и ты ищи Его, и ты будешь найден имя, Он тобою, аминь. И не сейчас я поставлю имя, Бога живого, ибо он сегодня на этом месте освобождающий, прощающий, исцеляющий, он хочет подойти сказать, не бойся, я ступаю, дьявол поднял шум, сегодня он штормит, сегодня атакует тебя, а Бог говорит, я Бог твой, аминь. Пусть весь мир ствердит иное, пусть взял сегодня говорит, что тебе страшно, смущение, а Бог Абрама Исака Аякова он жив, он да и аминь, говорит, не бойся, дочь моя, сын мой, я собою ныне, аминь, я держу тебя за правую руку, он не сделает зла тебе, он не похитит тебя, он не причинит зла, он не повредит, ибо я держу за правую руку, аминь, аллилуйя, держись меня, ищи меня, слушай меня, ищи меня сране зари, да позднее зари, и будешь найденою, аминь, аллилуйя, склоним колени. есть, ты достой славы, ты достой славы, ты достой славы, что ты сказал, не бойся, я с тобою, аминь, 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 аллилуйя, славу, славу, слава, много, слава, слава, слава тебе, тыivers Ankara, аминь, ты да и аминь, аминь, со н Grandi, аминь, Аминь. Алилуйя. Паша, человеческим достоинством ты открываешь нам глубину истин в двери. И открываешь драгость. Слава тебе, Гослава. Слава тебе. Помоги нам жить так, как учишь ты, как ты их некогда сказала. Я и Отец одно. Господи, помоги нам жить так, чтобы мы и сказали, что мы и ты одно имеем. Аминь. Помоги, Господи. Господи, мы вроде понимаем, куда мы приходим, никому мы приходим. Мы вроде не отдаем себе отчета, кто есть ты. Бог, восседающий над круглыми землями. Бог, не терпящий пренебрежения. Бог, который есть Бог-левнитель. Боже святый и Боже свобущий. Ты проекрести нас за это пренебрежение к тебе, в нашу человеческую беспечность, в нашу человеческую распущенность, Иисус. Господь твой очень взяток каждое сердце сегодня здесь. Ты знаешь, какой был тяжелый день сегодня для меня, Господь. Я благодарю тебя за твою победу. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Я благодарю тебя за твою силу, которую ты получаешь. Аллилуйя. Боже святый, я чувствую, как дьявол ходит по котам, чтобы побоить Иисус. Но я знаю, кто есть мой Бог. Аминь. Аллилуйя. Я знаю, сущие кровью я омыл. Аминь. Слава Богу. Великий Бог, ты укрепи нас. Ты своя мать с Духом твоим святым, чтобы не эмоциях и чувствованиях мы шли к тебе, но в помазании и силе... Аминь. И крещение, Господь, святого и огня, Отец. Слава тебе за Духа твоего святого, который дал прошедший концу. Слава тебе, Слава тебе, Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, да стои, да стои ты славы, аминь. Великий Бог, ты прости меня, ты очисти исти. Аминь. И вот ты видишь эти глубины сердечные, Боже, святые. Может быть, святы друг при другом, но, Господь, ты знаешь все, как в руках. Слава тебе, Боже, слава тебе, слава тебе, слава тебе.